ДТП произошло в деревне Морозовица 5 сентября в 17.35 на улице Центральная. Юный мотоциклист не предоставил преимущества движения автомобилю Ниссан. 12-летнему подростку понадобилась экстренная медицинская помощь. Спустя 40 минут мальчик был доставлен сюда, в приемное отделение Великоусевской ЦРБ. Врачи диагностировали масштабное повреждение правой стороны тела, особенно пострадали нога и голова. Пострадавший был переведен в отделение реанимации. Первоначальный диагноз – перелом бедра – не подтвердился, но удар, что пришелся на голову, чуть не стоил мальчику зрения на один глаз. Имеются множественные переломы лицевого черепа, повреждения тканей около глаза, орбиты глаза. Поэтому и приглашался офтальмолог, стоял вопрос вообще, насколько поражен глаз, будет ли он видеть. Ну вот, заглядывая вперед, скажем, уже через день, когда несколько, упал отек, ну ребенок сказал, что он глазами видит. Полученные в результате ДТП травмы серьезные, и пострадавший был доставлен санавиацией в детскую областную больницу в отделение реанимации. О текущем состоянии здоровья врачи не сообщают. Сотрудники ГИБДД за этот год зарегистрировали в Великоусевском районе 32 нарушения правил дорожного движения со стороны несовершеннолетних, в том числе и с участием мотоциклистов. В ближайшее время студентов-школьников ждут профилактические беседы. Будут доведены правила дорожного движения в управлении велосипедами, всеми, значит, сигвеями, средствами дальной мобильности, ну и, соответственно, мотоциклов. Разъяснена административная ответственность. Ну и также будут сделаны, значит, отработки именно в сельской местности по управлению данными категориями лиц, соответственно, мотоциклами. Ну и, соответственно, особое внимание будет уделено несовершеннолетним. ГИБДД напоминает, лицам до 16 лет, не имеющим водительского удостоверения категории А, запрещено управлять мотоциклом. Отсутствие водительского опыта может привести к печальным последствиям. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, Телеканал «Русский Север».